Я не знаю, как вы говорите. Как так получается, что хорошие времена, обещанные всему народу Молдовы, ПАС, приносят всем только тяжелые испытания и проблемы. К сожалению, правительство не перестает разрушать все, к чему прикасается и усложняет жизнь всем гражданам этой страны. На этот раз эффект хороших времен в очередной раз ощущают на себе экономические агенты, которые не могут нормально работать с 1 января этого года. К сожалению, они не могут начать новый бизнес, не могут открыть новые филиалы. И все из-за того, что невозможно на сегодняшний день зарегистрировать контрольно-кассовые аппараты, что является обязательным условием для начала деятельности или открытия новых точек. А проблема в том, что ответственные лица исправящего большинства и их ставленники еще не научились выполнять свою работу должным образом. В частности, решение Межведомственной комиссии по контролю и регулированию контрольно-кассовых аппаратов от июля 2021 года предусматривает, что с 1 января 2022 года регистрация контрольно-кассовых аппаратов, не соответствующих техническим требованиям, учрежденным той же комиссией, будет прекращена. Понятно, принять приняли, прогресс в технике присутствует, прекратить прекратили деятельность, а вот довести дело до конца забыли. Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой и Центром информационных технологий в сфере финансов до 1 октября 2021 года должно было разработать ряд нормативных актов, в том числе положение, предусматривающее сертификацию всей контрольно-кассовой техники, а также положение деятельности Центра сертификации контрольно-кассовой техники. Решение было подписано Дарьелом Нарок, нынешним руководителем Главного управления по налоговой и таможенной политике и законодательству Министерства финансов. Однако, этот процесс до сих пор стоит на месте, поскольку экономические агенты так и не получили информацию о том, какую контрольно-кассовую технику можно использовать и какая техника будет сертифицирована. Естественно, что из-за этого они не могут нормально работать или начать свою деятельность. В то же время бюджет страны, что очень немаловажно в это тяжелое для страны время, недополучает налоговые поступления. Что же за счастье на наши головы? У нас что, все хорошо? В бюджете достаточно денег? Нам не нужны эти новые налоговые поступления? Или правительство и парламентское большинство занято оказанием помощи экономическим агентам и им не досуг заниматься такими мелочами? Все ответы на эти вопросы остаются в тайне. По нашей информации мы видим, что есть сотни таких экономических агентов, попавших в ловушку правительственной некомпетентности, стучащихся в различные двери и спрашивающих, когда же будет решена проблема. А вместо ответов они получают либо молчание, либо их кормят завтраками и обещаниями. А как быть экономическим агентом с недополучной прибылью? С прибылью, которая не получена, но была запланирована. Подавать в сумд на компетентные государственные органы? По-видимому, да. Другого выхода я не вижу. Поэтому мы призываем лиц, ответственных за принятие решения, правительство, министерство финансов, налоговые органы мобилизоваться и начать работать и решить эту проблему как можно быстрее, чтобы дать возможность экономическим агентам нормально работать в рамках законодательства Республики Молдова. Потому что на сегодняшний день происходит прямое нарушение их прав. Дорогие друзья, пародия на правительство каждый день показывает нам, что она не имеет ни малейшего понятия о том, как эффективно управлять страной. К сожалению. И вместо того, чтобы приступить к работе, учиться на своих ошибках, оно создает проблемы за проблемами ежедневно для деловой среды, которая тоже очень сильно пострадала от всех кризисов, бушующих сейчас в мире и в Республике Молдова в частности. И вместо того, чтобы заставлять полицию разгонять детей с аттракционов и горок в Архилленде, они бы лучше решали реальные проблемы людей и экономических агентов. Потому что их много. И с каждым днем они, к сожалению, увеличиваются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...